Портреты выпускников, истории школьных династий и теплые воспоминания. Савинская школа в Ершовском отметила свой 155-летний юбилей. За этот огромный промежуток времени произошло немало событий. Сейчас, в 2021 году, одно из старейших образовательных учреждений муниципалитета выглядит вполне современно и только набирает обороты. В этом году мы попали в проект национальный «Точка роста». Министерство образования нам предоставило оборудование для химии, биологии, физики и технологии. В разрезе технологий она предоставила нам робототехнику, а для физики, химии, биологии – цифровые лабораторные комплексы. Также сделали ремонт в этих кабинетах и поставили мебель, новую, современную. Тем самым открыли путь детям для участия в конкурсах. Некоторые из учителей только начинают работать в этой школе, а кто-то проводит встречи со своими выпускниками разных лет. Педагогический путь Татьяны Тимофеевны начался 35 лет назад. Эти годы пролетели как один миг, признается педагог. Любимая работа приносит только радость. У нас дружный коллектив, хорошие ребята. И когда мы куда-то везем ребят, всегда отмечают ребята Савинской школы. Они у вас отличаются. С гордостью всегда говорю, я горжусь своими ребятами, горжусь своей школой. Сегодня в школе трудится 35 педагогов и обучается 642 ребенка. Воспитанники принимают участие в олимпиадах, районных и областных конкурсах. Два года назад коллектив школы создал свой музей, где хранятся исторические артефакты времен Великой Отечественной войны, а также памятные альбомы из жизни классов. В школьном музее есть небольшая композиция такая, да, по именно старым вещам, которые были в 60-е, 70-е годы. Как перо использовалось, какие чернила использовались, промокашка. Я думаю, сейчас многие первоклассники, да и 11-классники не знают, что такое промокашка. Но здесь они могут познакомиться с этим, посмотреть на это. Савинская школа для многих стала вторым домом. Это не только источник знаний, но и пример доброты и любви к детям. Целей и задач на будущее очень много. Много и достижений, ведь останавливаться на достигнутом здесь не планируют. Екатерина Крамор, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.